Месячник гражданской обороны стартовал в Московской области. Первыми мероприятиями, посвященными гражданской обороне, в нашем городе стали День открытых дверей в пожарной части и открытые уроки в школах. Никита Панин расскажет подробнее. Человек в состоянии клинической смерти. Срочно реанимируйте. На открытом уроке в девятой школе учащиеся продемонстрировали навыки первой помощи пострадавшим. Как дети справлялись с проведением непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, оценивал специальный робот-аппарат. Тут же информируя о допущенных ошибках звуковыми сигналами. Каждая ошибка в реальной ситуации может привести к дополнительным травмам или вовсе смерти пострадавшего. Поэтому важно оказывать первую помощь правильно. Об этом в ходе урока детям не раз напоминал их учитель. Открытый урок прервал звук пожарной сирены, сигнал к началу эвакуации. Сегодня, конечно же, учебный. 4 минуты 13 секунд ушло на то, чтобы все дети и учителя покинули школу. Результат хороший, отмечает инспектор пожарной безопасности. Все на высшем уровне. Преподаватели знают, преподаватели готовы, могут научить. И дети к этому относятся уважительно. Даже сейчас была эвакуация. Все мы лицезрели. Оценка 5. То есть видно, что и преподавательский состав готов в случае чего, и детишки. Знают, кто, какие у кого обязанности, к кому, куда идти и что делать. Для учащихся 9-й школы день продолжился посещением городской пожарной части. Для школьников и воспитанников детских садов провели экскурсию, познакомив ребят с буднями лобновских пожарных. Мы ожидаем эффекта, что ни в коем случае не будет детской шалости с огнем, не будет ложных вызовов. И также они приобретут навыки действия в экстремальных ситуациях. Детям рассказали о том, как работает пожарная служба. Объяснили, где пожарные проводят время в ожидании вызова, где учатся, отдыхают. И как за 38 секунд успевают проснуться по тревоге, сесть в пожарную машину и отправиться на вызов. Пожарная техника у ребят вызвала наибольший интерес. Детям позволили посидеть за рулем бело-красных КАМАЗов, предложили померить специальную экипировку спасателей и рассказали о предназначении оборудования, закрепленного на пожарной машине. Провели для ребят и небольшой экскурс в историю пожарной охраны. А чтобы рассказ получился более наглядным, в ПЧ-82 специально привезли пожарный ретроавтомобиль. Эта машина ПМЗ-11, пожарная цистерна, выпускалась в Советском Союзе с 1950 года до конца 50-х годов на Варгашинском заводе. В расчет 5 человек, плюс водитель. Насос 20 литров в секунду можно подавать, полторы тысячи выводят литров воды. Срока была распространена всей территории Советского Союза. В ознакомительной экскурсии приняли участие около 200 детей. Каждого из них научили обращаться с огнетушителем и даже пожарным шлангом. А в завершении мероприятия пожарные устроили для ребят показательные выступления, подъем на здание с помощью штурмовой лестницы и скоростной спуск с высоты пятого этажа. Закончилась экскурсия своеобразным пенным шоу. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня». Панин, Дмитрий Жуков.